Субтитры делал DimaTorzok К сожалению, задачи оказались сложнее, чем мы думали, и поэтому все пять задач не решил никто. Однако разные люди достаточно хорошо смогли разобрать разные задачи. Именно эти люди станут у нас победителями. Сейчас мы расскажем об этих людях, а также о задачах, которые были даны для конкурса, и как эти задачи нужно было решать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Имеется цепь из трех тысяч звеньев. Каждое звено весит один грамм. Какое минимальное количество звеньев нужно расковать, чтобы из получившихся частей цепи можно было составить все целые веса от одного грамма до трех тысяч грамм? Раскованное звено также весит один грамм. Пусть у нас расковано К звеньев. Какое тогда наибольшее количество разных весов можно составить, используя эти К звеньев и оставшиеся куски? Оставшиеся куски я буду называть Н1, Н2 и так далее. Их у нас К плюс одна штука. Все они больше либо равны нуля. Пусть они у меня вот так выстроены по возрастанию. Итак, используя вот эти вот К раскованных звеньев, каждый из них весит один грамм, можно собрать все веса от одного грамма до К грамм. Мы хотим понять, какое максимальное количество весов можно собрать. Следующий вес это Н1. Он наименьший из всех имеющихся здесь. Если Н1 будет больше, чем К плюс один, то есть вот тут какой-то будет промежуток, то мы в этот промежуток уже никак не попадем. Мы не сможем собрать вес К плюс один. Этих не хватит, это уже больше. Поэтому, чтобы максимальный вес собрать с помощью вот этих вот, имеющихся здесь К звеньев и кусочка цепи из Н плюс одного, надо, чтобы Н1 было равно следующему за К, то есть как раз К плюс один. Тогда наибольший вес, который можно собрать с помощью них, будет К плюс Н1, то есть 2К плюс один. Ну а если Н1 будет меньше, ну меньше либо равно, чем К, тогда наибольший вес будет Н1 плюс К меньше либо равен, чем 2К. Ну то есть понятно, меньше, чем здесь. Значит, если мы хотим понять, какой максимальный вес можно собрать, ну от одного до этого самого максимального веса, то нам нужно, чтобы кусочек Н1, самый короткий, из оставшихся был равен К плюс один. Дальше. Теперь у нас есть веса от одного до К с помощью отдельных раскованных звеньев. От К плюс первого до 2К плюс один. Это с помощью этих звеньев и Н1. Дальше кусок цепи Н2. Опять же, если вот здесь есть какой-то промежуток, если Н2 больше, чем следующий, за тем, до которого мы добрались тут, больше, чем 2К плюс 2, то тогда в этот промежуток никак не попасть. Значит, Н2 не может быть больше, иначе у нас будет пропуск. Поэтому Н2 должно быть равно 2К плюс 2. то есть удвоенный предыдущий, удвоенный Н1. Это 2 на К плюс 1. Если Н2 будет меньше, то тогда мы не сможем добраться до наибольшего веса, до которого добрались бы таким образом. Здесь наибольший будет 2К плюс 1, наибольший предыдущий, плюс 2К плюс 2, 4К плюс 3. Если Н2 будет меньше вот этого, то тогда мы даже до этого не доберемся. Так что нам выгоднее всего, если мы хотим максимизировать собираемые веса, выгоднее всего брать Н2 именно вот такое. Теперь у нас есть веса от 1 до К. От К плюс 1 до 2К плюс 1. Следующий у нас от 2К плюс 2, то есть на единицу больше, чем тот, до которого мы смогли добраться с помощью предыдущих звеньев, до 4К плюс 3. Ну и дальнейшая логика точно такая же. Н3 у нас тогда для максимизации должен быть равен 4К плюс 4. Н4 это будет уже, если мы здесь 4К плюс 4 возьмем Н3, тогда сможем добраться до суммы его и предыдущего. Ну то есть это удвоенный вот этот минус 1. Это 8К плюс 8 минус 1, получается 8К плюс 7. Тогда 8К плюс 8 это просто удвоенный вот этот. Это будет следующий. Ну и так далее. Здесь 8К плюс 8. Добираемся до 16К плюс 15. И по этому же принципу все остальные. Здесь их можно переписать в таком виде. Это будет каждый Н это сумма всех предыдущих плюс 1. То есть здесь это будет 2 во второй степени на К плюс 1. Тут тогда складывая все предыдущие, прибавляя 1, получается 2 в третьей степени на К плюс 1 и так далее. Последний К плюс первый кусочек, тогда будет 2 в К той степени на К плюс 1. Таким образом, какой максимальный вес можем собрать, если расковано было К звеньев? Я его назову МК. Мы можем собрать до удвоенного последнего звена минус 1. То есть это будет 2 в степени уже К плюс 1, К плюс первое. Потому что каждое звено это удвоенная сумма всех предыдущих минус 1. И минус 1. А какую максимальную сумму мы могли бы собрать, если было бы расковано на одно звено меньше? МК минус первое. Тогда это было бы 2 в степени К умножить на К минус 1. Таким образом, если наш вес М, ну то есть количество звеньев нашей цепи, больше этого, но меньше или равно этому, то есть больше или равен, чем, тогда напишу, 2К, 2 в степени К умножить на К, но меньше или равен, чем 2 в степени К плюс 1 на К плюс 1 минус 1. То тогда, чтобы собрать такой вес, нам К минус 1 раскованного звена не хватит, мы не сможем добраться до этого, а вот К звеньев уже хватит. Мы сюда сможем попасть, расковав К звеньев. Ну вот и давайте посмотрим. Наши 3000 грамм. Между какими числами такого вида они находятся? 3000 грамм. Меньше либо равно, чем 2 в степени К плюс 1 на К плюс 1 минус 1 и больше либо равно, чем 2 в степени К умножить на К. Тут довольно легко подобрать К, при котором это выполняется. 3000 будет больше либо равно, если здесь взять К равное 8, 2 в 8 на 8, это 2 в 11, то есть 2048, ну а здесь тогда 2 в 9 на 9 минус 1. Это получается 4600, ну 608, тут 607, если минус 1. Наши 3000 как раз попадают между вот такими вот числами. Значит, у нас К равно 8. 7 точно не хватит, мы это доказали. А вот для 8 просто сейчас покажем, ну по тому же принципу, по которому я эти самые Н выписывал. Итак, К равно 8. У нас тогда есть 8 отдельно лежащих кусочков звеньев. Следующий будет равен на единицу больше, чем сумма этих 9. Ну а дальше они пошли все увеличиваться. Так мы можем собрать 17. Следующий будет 18. С помощью них мы можем собрать 35. Следующий будет 36. С помощью этого всего собираем 71. Следующий тогда 72. С помощью них 143. Следующий 144. Ну и так далее. Каждый следующий просто будет удвоенный предыдущий. 288, 576, 1152. С помощью вот этих можно собрать 1152 умножить на 2, минус 1. То есть 2304 минус 1, 2303. Но у нас общая сумма весов звеньев 3000. Значит, следующий будет не по тому же принципу, а просто, чтобы до 3000 добраться, 697. Вот 8 звеньев расковали. Получилось 9 вот таких вот кусочков цепи. И можем с помощью них собрать все веса от 1 грамма до 3000 грамм. Так что ответ здесь 8. Первым правильное и подробное решение этой задачи прислал Данила Валерьев. И он наш первый победитель. Данила, поздравляем! Задача о нечестной монете. Играем в Орел-решка, но монетка нечестная. Му-орел выпадает с вероятностью 0,55. Играем четное количество партий. Чтобы победить, нужно выиграть в более половины партий. Вопрос в том, сколько партий вы захотите сыграть, если хотите повысить шансы на победу. Итак, давайте поиграем. Правила таковы. Вы называете любое четное число 2n. Я даю вам нечестную монету и выкидаете ее 2n раз. Если вы выкинули решку в более чем n бросках, то вы победили. Какое же четное количество бросков вам вначале нужно выбрать, чтобы увеличить шансы на победу. Ведь они невелики. Например, при двух бросках ваш шанс на победу это 0,45 в квадрате. А при больших n вообще стремится к нулю, как следует из закона больших чисел. Давайте разберемся. В этой задаче элементарное событие это выпадение решки в одном броске монеты. Вот его вероятность. Обозначим его за p. А за q обозначим вероятность противоположной событий. Ну а вероятность победить при выборе количества бросков 2n обозначим функции f от n и распишем ее формулой. Для тех, кто разбирается в комбинаторике, эта формула очевидна, а для остальных выясню. Смотрите. У нас может выпасть ровно c из 2n по k комбинации из k решек и 2n минус k орлов. И каждая из этих комбинаций будет иметь вероятность f в степень k умножить на q в степени 2n минус k. Ну а интересуют нас только те случаи, когда k больше либо равно n плюс 1, то есть строго больше половины. Рассмотрим как бы некоторые из компонент предыдущей формулы по отдельности. Что нас будет интересовать? Представьте, что вы загадали число 2n плюс 2 и уже совершили 2n бросков, то есть осталось 2 броска. Ну что тогда может быть? Если вы выкинули слишком мало решек, вы как бы уже проиграли. Если вы выкинули слишком много решек, то вы уже победили. А в каком случае победа еще не предопределена? Только в этих двух случаях победы или поражения еще не предопределены. А вот вероятности каждого из этих случаев. Предположим, вы выкинули n решек, n орлов. Осталось бросить монетку 2 раза. Ну, с вероятностью b квадрат вы можете выкинуть еще 2 решки и победить. Замечу, что в правой таблице я не буду писать абсолютную вероятность события выкинуть n плюс 2 решки и n орлов при 2n плюс 2 бросках. А только лишь вероятность события, когда мы выкинули n плюс 2 решки и n орлов. Причем 2 решки мы выкинули последними двумя бросками. Что касается ситуации, когда мы в 2n бросках выкинули n плюс 1 решку и n минус 1 орла. В каком случае мы можем проиграть? Если выкинем еще 2 орла. Вероятность этого q в квадрате. Ну, а если мы выкинем двумя последними бросками орла и решку или наоборот решку и орла, то есть общей вероятности 2 bq, то мы все равно выиграем. Ну, естественно, мы выиграем, если двумя бросками с вероятностью b квадрат выкинем еще 2 решки. Итак, если мы в 2n бросках выкинули меньше, чем n решек, мы проиграли как в случае 2n бросков, так и в случае 2n плюс 2 бросков, независимо от последних двух выкидываний. Если же мы в 2n бросках выкинули больше, чем n плюс 1 решку, мы выиграли как в случае 2n бросков, так и в случае 2n плюс 2 бросков, независимо от последних двух результатов выброса внимания. Зеленым и красным выделены случаи победы и поражения при 2n бросках, и также, внимание, соответствующие им случаи победы и поражения при 2n плюс 2 бросках. То есть, значения f от n плюс 1 и f от n отличаются только вот этими слагаемыми. Тогда нам легко будет посчитать разность f от n плюс 1 и f от n. Вспомним формулу для беноминальных коэффициентов. Выразим один коэффициент через другой и выделим общий множитель. Далее мы рассмотрим p минус 1 как минус q, вынесем q как общий множитель и выделим n. Аналогично мы запишем f от n минус f от n минус 1. Тогда вот два необходимых условия того, что функция f максимально конкретно в точке n. Распишем эту систему. Мы сравнили с нулем только скобочки, отбросив положительные множители вне этих скобочек. Дальше вспомним, что 2p минус 1 это у нас отрицательное число, и поделим, меняя знак неравенства. Теперь поставим значение p и получим вот такие ограничения. Таким ограничением может выдовлетворять столько пятерков. При больших целых n, f от n будут убывать, а при меньших возрастать. Значит, больше всего шансов на победу у вас будет, если вы выберете количество бросков равное 10. Многие дали численное решение на C или на питоне, но мы решили такие решения не засчитывать, так как это слишком легко. А единственное нечисленное решение дал Алекс Сэм. Алекс, поздравляем тебя. Ты второй победитель нашего конкурса. Есть 6 гирек массой 1 грамм, 2 грамма, 3, 4, 5 и 6 граммов соответственно. Есть 6 бирек, на которых написано 1 грамм, 2 грамма, 3, 4, 5, 6 граммов соответственно. Бирки случайным образом приклеивают к гирькам. Вопрос. За какое наименьшее количество взвешиваний на чашечных весах можно убедиться, есть ли среди надписей хотя бы одна неправильно приклеенная? У нас с вами 6 гирек и 6 бирок. Давайте следить за бирками. Итак, вот они, бирки 1, 2, 3, 4, 5, 6, приклеены к каким-то гиркам. Давайте сразу убедимся, что одного взвешивания нам точно не хватит. Потому что если мы возьмем по одной гирке, то точно перевесит та, которая тяжелее, и мы не знаем ничего про остальные, и эти вполне возможно перевесили правильно. Если же хотя бы какие-то надписи перепутаны, опять же мы не знаем, что взять. Тогда попробуем взять по две. Ну, например, такие. Возьмем 1 и 4 и 2 и 3. И если у нас с вами будет знак равенства, то есть весы показывают равновесие, то, к сожалению, неизвестно, вот эти надписи правильны или нет. Потому что если неправильно, хорошо. А если наоборот, здесь 4, а здесь 1, то мы это, к сожалению, не узнаем за одно взвешивание. А значит, идея такая. Одним мы точно не обойдемся. Значит, нужно первое взвешивание сделать такими, чтобы хоть что-то, хотя бы про одну гирьку узнать. Тогда говорим, вот есть хорошая шестерка, и вот хорошая 1, 2, 3. Надо их взвешивать и смотреть, что получится. Если окажется, что здесь действительно гирька массой 6 грамм, а здесь действительно гирьки массой 1, 2, 3 грамма, тогда мы получим равенство. Если же это легче, чем 6, то однозначно, что левое перевесит. Если здесь у нас с вами хотя бы одна, не 1, 2, 3, а четверка, либо пятерка, либо четверка, то вот это точно перевесит. Значит, если у нас с вами весы находятся в таком положении, то неправильное точно есть. Неправильное есть, и получается, что мы за одну взвешивание это узнали. Но, конечно же, возможен случай, когда у нас с вами знак равенства. И это да, что это дает нам. Это дает нам точное знание, что на гирьке массой 6 граммов бирка приклеена правильно. И вот здесь действительно гирьки с массами 1, 2, 3 грамма, но, возможно, в каком-то другом порядке. А значит, вот эти две действительно 4, 5, но, возможно, в другом порядке. То есть, возможно, это 5, а это 4. Теперь, используя ту гирьку, про которую мы все знаем, нужно попробовать взять отсюда что-то и отсюда что-то. Ну, давайте попробуем так. Скажем, 6 плюс 1, то есть возьмем самую маленькую. А здесь возьмем две самые большие. И если вдруг окажется, что это у нас с вами правильные бирки, то, конечно же, 7 меньше 8, значит, мы это четко увидим. Теперь давайте поймем, что если пятерка приклеена правильно, то и четверка тоже приклеена правильно, поскольку 1, 2, 3 только в этой группе. Но единица правильно и тройка правильно, значит, двойка тоже правильно. А значит, если мы увидели вот такое соотношение, то есть левая легче правой, это значит, что все бирки приклеены правильно. Давайте убедимся, что если хотя бы одна приклеена неправильно, то вот такого положения у весов не будет. Что будет, если единица неправильная? Это значит, что на самом деле бирка с цифрой 1 соответствует гирьке с массой 2 или с массой 3. Тогда получается, что у нас с вами на левой чашечке весов либо 8 граммов, либо 9. А что на правой? На правой 5 это на самом деле либо 5, либо 4, а 3 получается это или 3, да, или 1 грамм, или даже 2. То есть здесь не больше 3, а здесь не больше 5. То есть получается, что здесь не больше 8. А значит, либо будет равновесие, либо левый перевесит. То есть вот такое. Это если единичка неправильная. Если, соответственно, тройка неправильная. То есть на самом деле тройка это 1 граммовая гирька, либо 2 граммовая гирька. А значит здесь у нас с вами автоматически уже будет или, если пятерка правильно, 6 или 7, либо, если пятерка неправильная, еще меньше. Соответственно здесь будет 4 плюс 1 это 5, либо 4 плюс 2 это 6. А здесь уже 6 плюс как минимум 1 это уже 7. То есть получим, что здесь больше равновесие 7, а здесь не больше 7. Да, соответственно, получаем снова вот такой знак ключевой. Теперь, что будет, если пятерка неправильная? Если пятерка неправильная, то на самом деле пятерка должна быть четверкой. Но если пятерка на самом деле четверка, то справа не больше 7. Если тройка правильно. А слева не меньше 7. То есть снова получаем вот такой знак. И делаем вывод, еще раз, что если у нас с вами первая взвешивание вот такое, то неправильная точно есть. Если вот такое предсозвешивание, то есть левая и правая чашечки совпали, то тогда беря гирьки вот с такими надписями, увидев, что левая легче, чем правая, мы понимаем, что все надписи правильные. Если же левая перетягивает или равны, то получается, что хотя бы одна неправильная есть. А значит, мы с вами задачу решаем за два взвешивания. К этой задаче первым подробное решение прислал Макс Лан. И он наш третий победитель. Макс, поздравляем! Вопрос. Существует ли непрерывная на интервале от 1 до бесконечности функция такая, что до любого х больше единички и выполняется вот такое интегральное уравнение? Итак, вопрос, есть ли такая непрерывная функция? Но давайте заметим следующее. Как говорят любители дифференциальной геометрии, видишь равенство, дифференцируй. А у нас в имя интеграл с переменными пределами, верхним и нижним. Соответственно, давайте посчитаем его производным. Что это нам даст? Производное верхнего предела 3х квадрат и умножаем на подинтегральные функции вот, соответственно, верхнего предела. Минус производное х, а то есть единичка, умножить на f от х. И это, конечно же, равно 0, поскольку производная единичка – это 0. Теперь, вот эта единица, конечно, нам не нужна. И давайте f от х перенесем в правую часть и получаем такое интересное функциональное уравнение. Здесь что можно заметить? х квадрат и х кубе степень на единичку отличаются. А здесь х и ничего нет. Но на самом деле была вот эта единица, которая х нулевой степени. А значит, чтобы было еще красивее, давайте на х домножим обе части и получим, что 3х куб умножить на f от х кубе равняется х умножить на f от х. И здесь замечаем очень замечательный факт. х и f от х, х в кубе и f от х в кубе. А значит, напрашивается ввести новую функцию, скажем, g от u, это есть u умножить на f от u. Что это дает? Это дает нам возможность переписать наше уравнение в более красивом виде. А именно, 3 умножить на g от u в кубе равняется g от u. Ну и теперь вспоминаем, где мы такие функции встречаем, чтобы как только мы взяли куб, тут же появилась тройка. Ну это очередной логарифм. Правда, непонятно, в числителе либо в знаменателе, значит, нужно просто два варианта попробовать. Возьмем g от u, скажем, равный логарифму. Поскольку у нас здесь х больше единички, но я модуль тогда ставить не буду. Тогда считаем просто g от u в кубе и получаем, что это есть логарифм. u в кубе, то есть 3 логарифм u. То есть получили 3g от u. А из этого уравнения, g от u в кубе, чем будет равно? g от u в кубе, это будет 1 треть умножить на g от u. Но не то получилось. Здесь на тройку умножаем, а здесь фактически на тройку делим. Значит, надо попробовать вариант с делением. То есть посмотрим, g от u, это единичка дитя на логарифму. Тогда g от u в кубе. Это будет единичка дитя на логарифм u в кубе. А это есть 1, 3 логарифм u. Вот она, тройка знаменателей появилась. И логарифм появился в знаменателе. То есть мы действительно получили в точности 1 треть умножить на g от u. А значит, это наша функция. Ну, почти наша. Почему? Потому что нам сказали, что интеграл в точности равен 1. Если бы здесь составила какая-то другая константа, соответственно, и мы должны были бы g от u на эту константу умножить. Но мы с вами не знаем, вот эта единица и вот эта единица соответствуют друг другу или нет. А значит, надо сказать, что давайте g от u рассматривать с какой-то константой в числителе. То есть напишем, что g от u, на самом деле мы берем такое, c елька логарифм u. И тройка, разумеется, выполнится, поскольку появился просто множитель c. Ну, а теперь вспоминаем, что такое у нас с вами g от u. Вот оно, да? Значит, отсюда f от u надо выразить. И получим, что f от u, это есть g от u разделить на u, то есть c мы делим на u логарифм u. Ну, и теперь, соответственно, пишем, чему наш интеграл равен. Наш интеграл равен интегралу от x до x куб. f от t, да, соответственно, c, делить на t логарифм t dt. Ну, и очевидно, что здесь единичка на t это производная логарифма, да, соответственно, мы получаем, вынося c за знак интеграла, интеграл от x до x кубе, d логарифм t, раздельно на логарифм t. То есть получили повторный логарифм, да. c логарифм, 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 соответственно, чего. Ну, давайте поставим пока t и в пределах от x кубе до x. Ну, и считаем, что получается, получается, c выносим за скобку логарифм, логарифм x кубе минус логарифм, логарифм x. Ну, и давайте я поставлю здесь скобочки, чтобы было понятно, что мы делаем. Тогда получаем c умножить. Здесь разность логарифмов. Это логарифм часто. Логарифм. Логарифм x куб, раздельно на логарифм x. Да. А здесь получается, что у нас в числителе. Тройка вышла за знак логарифма, и остался просто логарифм. То есть мы получили c логарифм 3. О, замечательно. Но по условия число равно 1. 1, да, вот я 1 введу. Вот он. Значит, отсюда c нашлось. c равно 1, раздельно на логарифм 3. Но раз так, значит, и функция f от x, да, теперь мы уже f от x должны писать, тоже нашлась. f от u была вот в таком виде. Значит, мы пишем, что f от x – это 1, деленная на логарифм 3, умножить на x и умножить на логарифм x. И эта функция, очевидно, непрерывная для x большего 1. Победитель по четвертой задаче Владислав Филиппов. Владислав привел не первое, но почти идентичное авторскому решение. До него несколько человек прислали почти полное решение, где в самом конце функция не выводится, а угадывается. Так что решение Владислава мы решили засчитать как победное. Хотя первым прислал решение Макс Лан, который уже, кстати, стал победителем нашего конкурса. Владислав, поздравляем! Данны натуральные числа 2020 и N, причем N меньше тысячи. Жители города, население которого составляет 2020 человек, организовали несколько клубов так, что в каждом клубе не менее N членов, а каждый горожанин состоит хотя бы в N клубах. При этом нет двух клубов, состоящих из одних и тех же людей. При каком наименьшем K обязательно найдутся такие K или менее клубов, что каждый горожанин состоит хотя бы в одном из них? Для краткости я буду называть покрытием города данные N клубов, которые в совокупности содержат каждого жителя этого города. А под покрытием я буду называть некоторое подмножество этих клубов, которые все еще в совокупности содержат всех жителей этого города. Задача сводится к тому, чтобы найти такое K, что ни при каких обстоятельствах мы бы не смогли найти под покрытие из менее чем K клубов. Конечно, K будет зависеть от N. И вот первое ограничение. Почему это так? Да потому что по условию в каждом из клубов хотя бы N человек. Возьмем клуб, в котором есть хотя бы N человек. И для каждого из не вошедших в него максимум 2020-N людей возьмем еще по одному клубу, в котором каждый из них состоит. И получится суммарно 2020-N плюс 1 клуб, который покрывает это множество. Поэтому под покрытие из 2020-N плюс 1 клуба можно выбрать всегда. Усилим эту границу. При N больше не единицы. Накажем следующее неравенство. В случае, когда найдется хотя бы один клуб, в котором участвует хотя бы N плюс 1 человек, возьмем один из таких клубов и повторим для него вышеписанное рассуждение. В случае 2. Пусть в каждом клубе ровно N участников. Это немножко усложняет задачу. Но давайте сделаем некоторое предположение о том, что в любых клубах в совокупности не более, чем N плюс 1 человек. То есть, возьмем некоторый клуб А и в нем ровно N человек. Но прибавим к этому клубу состав клуба B и новых участников окажется всего один человек. Значит, любые два клуба пересекаются по N минус 1 человеку. Тогда возьмем такие три клуба А, Б, С, что есть некоторый человек Х, который не попал в первые два и попал в третий. Раз человек Х не попал в клуб А и клуб Б, то он, естественно, не попал и в пересечение А и С, и также в пересечение Б и С. Но мы знаем, что пересечение А и С ровно как пересечение Б и С каждый из них состоит из N минус 1 человека. Все это участники клуба С. Но погодите-ка, в клубе С, как мы знаем по предположению, ровно N участников. Х не входит в это пересечение. Кроме человека Х в клубе С оставшиеся N минус 1 участников автоматически принадлежат как и пересечению клубов А и С, так и пересечению клубов Б и С. Клубы А, В и С в нашем случае имеют общее пересечение. То есть, есть некоторые N минус 1 человек, которые участвуют и в клубе А, и в клубе Б, и в клубе С. Но есть какой-то один человек, который участвует из этих трех клубов только в клубе А, один, который участвует только в клубе Б, и Х, который участвует только в клубе С. Это приведет нас к парадоксальному выводу о том, что человек Х нигде, кроме клуба С, не может участвовать. Почему? Предположим, что он может участвовать в каком-то другом клубе D. Мы повторим для клуба D все те же самые рассуждения. Получается, что клуб D будет состоять из человека X и пересечения клубов A и B. Значит, клуб D будет совпадать с клубом C, что противоречит условию задачи, но также противоречит условию задачи то, что человек X состоит ровно в одном клубе. 3N больше ниже ниже. Итак, получается, что наше предположение не верно. А раз оно не верно, то мы найдем два клуба, в которых суммарно присутствует как минимум N плюс 2 человека. Для остальных 2020 минус N минус 2 человека. Для каждого возьмем по одному клубу. И получится 2020 минус N минус 2 плюс 2, то есть 2020 минус N клубов, которые составляют от покрытия. Значит, мы всегда сможем найти подпокрытие из 2020 минус N клубов при N в большем единице. Как мы еще можем ограничить K? Следующим образом. Для этого мы приведем пример. Назовем ровно N различных людей красными, а остальных синими. И каждую комбинацию из N минус 1 красного и 1 синего назовем клубом. Условия задачи будут выполняться. Но поскольку никакие два синих человека не состоят в одном клубе, мы не сможем обойтись менее чем 2020 минус N клубами, чтобы покрыть весь город. Таким образом, существует случай при N в большем единице, когда мы не можем обойтись меньше чем 2020 минус N клубами. Следовательно, наш K равно 2020 минус N. Ну а случай, когда N равно единице, тривиален потому, что для каждого из 2020 человек мы можем выбрать по одному клубу, и всего покрытие будет состоять из 2020 клубов. А также может не найтись ни одного клуба, в котором было бы больше чем 1 человек. Ну, тогда, следовательно, мы не сможем обойтись меньшим количеством клубов. И самым первым правильное и подробное решение этой задачи прислал наш зритель с ником Влюбин. Поздравляем! Ты наш пятый победитель! Все победители получают от нашего спонсора, компании Мегафон, облачные мегадиски на 500 гигабайт. С победителями свяжемся по Телеграму. На этом все. Спасибо, что смотрели, и надеюсь, что решения задачи вам показались интересными. Если же что-то непонятно, пишите в комментариях. С радостью все обсудим. А еще напишите предложение по поводу следующего шоу «Математика». Каким вы его видите? Что было бы в нем интересного? Кого бы вы хотели в нем видеть среди участников? Напишите в комментариях и ждите следующий выпуск. Спасибо и до связи! Субтитры создавал DimaTorzok